всем привет вы на канале позитивный огород и мы расскажем как мы делали окучник для огребания загребания картошки что нам предлагали производители это вот такой первоначальный окучник для окучивания картошки но он не выдержал в огородах наших у нас почвы тяжелые и он у нас весь развалился мы его усиливали здесь надваривали усиливали ну как бы все это бесполезно нужно будет менять вот эту вот часть для того чтобы он не буксовал на колеса мы наварили вот такие вот диски это диски взятые с трактора мтз-82 с передних колес они как бы для утяжеления вот этой части колеса ну чтобы он поменьше буксовал также нам мы взяли сюда подвесили груз тут хоть любой у нас в частности это маленькая наковальня килограмм 25 примерно ну а в дальнейшем мы разработали вот такой дисковый окучник для этого мы взяли кусок швеллера этот кусок швеллера на этот швеллер мы приварили два уголка но размеры естественно здесь под этот на этот швеллер два уголка приварили сделали крепление непосредственно к мотоблоку просверлили два отверстия здесь и здесь и закрепили он у нас сидит жестко первоначально сделали подогнали вот эти стойки как бы по колесам приварили сразу но получилось так что когда начали окучивать то вот это расстояние у нас не выдерживалось и она либо было шире либо уже и подрезала картошку пришлось нам сделать вот такие вот устройства которые двигаются по вот этой части швеллера то есть вот эта стойка она может у нас регулирующаяся ходить сюда и туда для этого также взяли однотипный швеллер вот этому вот этот участок кусочек установили его сюда а чтобы он двигался еще уголком два уголка таких животных что расстояние побольше еще с этой части то есть вот так сделали и он у нас фиксируется вот этим болтом этот болт тут сейчас мы если его ослабим то у нас вот эта часть она то есть может расходиться и сближаться так дальше что мы сделали вот эту часть мы собирали сейчас я ее откручу и покажу так она у нас разборная здесь приварили на трубу и эта труба то есть она у нас здесь гайки просверлили отверстия гайки и на болт она затягивается то есть вот это она регулируется вот вот так эту часть собрали мы взяли такую сошник от сеялки еще старого образца вот она но если его оставить один у нас вот эта часть она вот так подрезать не будет мы взяли то есть тоже уголок из более тонкого металла здесь чтобы сделать круг мы и так вот болгаркой сделали надрезы такие вырезки и естественно он у нас загнулся и приобрел форму круга затем на наковальне мы отстучали его маленько вы это раскруглили как бы чтобы он был не прямоугольный а ну вот то есть он имел свойство подрезать вот эта часть у него была маленькая вот как так ближе ближе показать будет видно здесь сделали мы отверстие 4 штуки и закрепили этот уголок к этой части сошника дальше чтобы придать угол наклона вот это вот в этом месте я взял вот такую деталь это с высоковольтной линии крепежная арматура она идеально подходит сюда как раз вот этот угол выдерживается вот на том показатель вот она вот эта вот часть вот она то есть здесь болгаркой обрезали вот эту часть вот эту часть обрезали подобрали вот такой это уже я так примерно подобрал такой болт уже диаметром на двадцать далее ну чтобы вот эту часть закрепить нам вот эту часть закрепить здесь мы взяли берем вот такую шайбу здесь ее обвариваем закрепляем насаживаем затем подшипник сюда он ну вот здесь вот маленько так падать сам подрабатываем металл но хочу еще оговориться что все это сделано только сварка сварочные работы и болгарка никаких токарных работ здесь нет самой не применялась все методом подбора то есть вот так насаживаем сюда плотно шайба обварена он упирается в шайбу затем вставляем сюда по диаметру там подходит и все здесь здесь вот он выходит берем еще один подшипник насаживаем его сюда это другой нас подшипник воспользуюсь этим же вот так будет заходить здесь гнездо посадочное такое же как вот на этом подобранном подшипнике то есть здесь тоже посадится вот он плотно затем берем сюда тоже ложим шайбу подбираем кусок трубы такой же по диаметру по диаметру вот этого подшипника посадим сюда ну обрезаем сколько надо по еще сюда закручиваем гайку все это затягивается здесь сидит плотно лишнее обрезаем здесь на трубу на этот кусочек трубы здесь делаем заглушку так как вот заглушку делаем и крепим ее привариваем вот здесь пластинками и крепим вот как здесь у нас вот она заглушка крепим на два приваренных ухо здесь туда закладываем смазку все вот он у нас крутится все он у нас входит еще если делать на одном подшипнике она держаться не будет потому что подшипник этот выворачивает и он разваливается быстро у нас она сделана на двух подшипниках один здесь один установлен здесь все по этой части далее вот это крепится здесь тоже подходит все вот эта часть подходит сюда очень плотно здесь вот как мы сделали забивается молотком туда обрезается забивается молотком и вот прихватывается на сварку далее вот эта часть тоже труба вот это подбирается по диаметру этой трубы и здесь вот у нас как вот она них маленько не заходит но мы обрезаем подрезаем тоже вот здесь болгаркой вот эти места как вот здесь вот сделано и она входит туда идеально тоже приваривается закрепляется сваркой в трех местах все в принципе вот этот еще раз скажу угол он как раз подходит поэтому здесь вот это все фиксируется то есть вот это вот вот этот ход регулируется у нас вот так ну а вот эту часть покажу то есть она вот регулируется вот так вот приходит здесь у меня метка есть уже от регулировки затягивается здесь угол выбирается тоже по метке уже от регулированы затягивает и все агрегат готов к работе перед этим пролили огород здесь маленько здесь маленько здесь маленько тут маленько Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Ну и так вот мы загребаем Ну и всем пока-пока ДimaTorzok 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 ДimaTorzok